Всем привет! Меня зовут Мария Пархоменко, я ивент и пиар-менеджер маркетинговой группы Комплета. Сегодня я расскажу вам кейс о том, как мы собрали полторы тысячи человек на онлайн-конференции B2B Sales Performance Comf 2021. Организация собственных конференций – это мощный инструмент развития собственного бренда, формирования лояльного сообщества или дегенерации. На решение проведения комплета собственной брендовой конференции также повлияло несколько причин. На диджитал рынке нет специализированных B2B конференций, при этом сама тема B2B маркетинга невероятно актуальна. B2B Digital Marketing имеет свою специфику и колоссальный потенциал рынка. Также у Комплета очень сильная экспертиза в B2B сегменте. Мы не только накопили большой опыт реализации B2B проектов, но и собрали вокруг компании ядро партнеров и экспертов с сильнейшей экспертизой. Какие были задачи проекта? Привлечь целевую аудиторию B2B-маркетологов, владельцев бизнеса и директоров по маркетингу. Увеличить узнаваемость компании и собрать охваты на выступлениях наших спикеров и наших кейсах. Получить заявки на услуги, используя конференцию как инструмент для дегенерации. Расскажу немного о Комплета. На рынке диджитал-маркетинга мы с 2007 года. Наши клиенты – крупнейшие B2B-компании России. Как же мы реализовали этот проект? В самом начале мы разбили наш проект на 5 этапов работ. Разработка концепции подбор спикеров, разработка посадочной страницы, разработка цепочек прогрева до конференции и после конференции, привлечение трафика и непосредственно проведение самой конференции. Первым этапом стала разработка концепции подбор спикеров. Название конференции перекликается непосредственно с позиционированным комплета – B2B-селс-перформанс. Концепцию пришлось менять на ходу. Изначально мы планировали провести конференцию в один день, но после первых анонсов нам стали поступать заявки от большого количества экспертов различного направления маркетинга. Из них мы выбрали наиболее интересные для нас, и конференция стала двухдневной. Первый день – основной день, второй день – день практических мастер-классов. В результате в нашей программе появились представители таких компаний, как 1S Bittrex и E-Lama. Далее мы приступили к разработке посадочной страницы. В целях экономии времени мы собрали наш сайт на тильде по текстовому прототипу без этапа дизайна. С целью сохранения фирменного стиля мы разработали минималистичный логотип и брендовые элементы. Затем мы подключили системы аналитики – Яндекс.Метрику и Гугл Аналитикс. Для регистрации на конференцию комплекты предусмотрели два способа – через электронную почту и с помощью мессенджеров, используя чат-боты. Это позволило пользователям самим выбирать наиболее удобный для них способ, но это усложнило работу для нас. Использовать они тот же контент оказалось плохой идеей. Ведь взаимодействие с мессенджерами происходит иначе, чем с мейл. Сообщения должны быть короче и лаконичнее. Сообщения можно отправлять чаще, но не намного. Реакция на сообщения быстрее, открываемость выше. Дизайн-неверстка в электронной почте позволяет эффектно упаковать смыслы и разделить логические единицы, но в мессенджерах это невозможно. Поэтому мы взяли за правило – одна мысль, одно сообщение. По итогу наша аудитория предотвращала традиционный способ. Две трети всех регистраций были через e-mail. У нас было четыре основных источники регистрации. Первый – это наша собственная база и база МАЕД, нашего центра обучения по маркетингу. Оттуда мы получили 800 регистраций. Таргетированная реклама. Оттуда мы получили 500 регистраций по 81 рублю. Посевы в телеграм-каналах. 200 регистраций по 290 рублей. Инфопартнеры и спикеры конференции. 700 регистраций. Масштабное продвижение по всем каналам началось за две недели до начала конференции. До этого мы ограничились исключительно своими соцсетями и упоминанием в еженедельных рассылках. Суммарно за месяц мы получили 5500 сеансов на своей странице. Из них 2200 регистраций. Общий процент конверсии составил 38%. Основным факапом в продвижении стали посевы в телеграм-каналах. Ранее посевы в телеграм-каналах были самым дешевым способом привлечения аудиторий на вебинары. Но с конференцией все получилось иначе. Этот способ оказался слишком дорогим. Если бы мы пустили этот бюджет в таргетинг, то мы получили бы дополнительно 450 регистраций. Для онлайн-конференции была создана отдельная страница с онлайн-чатами, быстрыми реакциями, кнопки с заявками на услугу и блок со ссылками на кейсы комплета. Мы использовали тильду в связке с сервисом Tolstoy Comments. При выпадании на страницу пользователь получал предложение заполнить форму и получить сертификат, имя, фамилию и электронную почту. Специально для конференции мы придумали скрипт, сертификат для всех, кто оставил свои данные. Для трансляции мы использовали Zoom с потоковой трансляцией в YouTube. На сайте в это время повесили виджет YouTube, на который залинговали трансляцию. У этой связки есть один минус – задержка трансляции обычно до 30 секунд. Во время конференции мы следили за собственной страницей. Однако через некоторое время мы заметили, то что на YouTube трансляцию смотрят практически столько же людей, сколько и на основном сайте. Позднее в аналитике мы увидели, что часть пользователей перешла в YouTube специально, но остальных привели алгоритмы видеохостинга. Суммарно трансляцию на сайте посмотрело 800 человек и чуть менее 700 на YouTube. Специально для конференции мы подготовили выгодные офферы вокруг ключевых тем. Стратегия, контекст и таргетинг, аккаунт-бейст-маркетинг, SEO-оптимизация, создание сайтов и продажи. В течение трансляции мы получили 44 заявки на услуги, и заявки продолжали приходить в течение следующих трех недель. Результаты. 5800 сеансов на нашей посадочной странице, 2200 регистраций, 1500 уникальных просмотров трансляции и 44 прямых конверсий. Каким же выводом мы пришли? Мероприятие – это компромисс между конверсией и охватом. Фокус на B2B сузил потенциальную целевую аудиторию, но позволил добиться высоких метрик конверсий и доходимости. Впечатляющих метрик можно добиться и без дорогого дизайна посадочной страницы. Мессенджеры – это перспективный канал прогрева. Основным сдерживающим фактором сейчас является то, что люди привыкли регистрироваться через e-mail. Начинать продвижение лучше заранее, для того, чтобы протестировать каналы и не слить бюджет. Параллельная трансляция на YouTube позволяет органически повысить охваты без применения каких-либо усилий. Ну и, конечно же, то, что онлайн-мероприятия по-прежнему работают. Хотите так же? Приходите на наш сайт www.completo.ru, смотрите наши другие кейсы, оставляйте заявки, и наши специалисты свяжутся с вами.